Привет всем! На дворе у нас уже ноябрь месяц, за окном зима и самое время делать такие вот обзоры семян. Это видео будет полностью посвящено тем семенам, которые мы собирали сами. У них замечательная схожесть и они практически никогда не подводят. Их конечно можно собирать очень много. То есть никакое сравнение с магазинами, где здесь просто положат там 10-15 семечек и из них может быть в схожих окажется штук 5. Поэтому свои семена они очень хорошие и с сортов соответственно стоит их собирать. Что касается посылки, которую мы планируем заказать на сайте 7 семян, ее мы закажем где-то в концу ноября только. Как-то сейчас времени не очень много, надо все прям хорошо так и повыбирать, чтобы ничего лишнего не взять. Поэтому день в концу ноября и только она придет наверное в середине декабря. Это вот так вот. Ну и начну наверное с гелиотропа. Вот такой вот гелиотроп выращиваем. Это сорт, поэтому смело собираем свои семена. Вот сколько в пачке здесь семян, буквально немножечко было. А в своих семян видите целая вот такая вот хорошая такая горсть. Здесь конечно не только одни семена, здесь и труха цветочная. Но сеется очень легко, соответственно рассыпаем по поверхности почвы, заделываем небольшим таким слоем грунта и все замечательно сходит. Кажется, что здесь вообще, ну чему здесь сходить. Но сходит очень хорошо гелиотроп именно из своих семян. Собирали его просто вот когда отсвела вот эта вся махалка цветов. И его срезали. Соответственно положили тоже вот в такой вот пакетик. Он был открытый. И этот пакетик на подоконнике лежал. То есть воздух туда поступал. Все это высохло хорошо. И потом просто, так сказать, стрясли. Все вот эти вот семена собрали с этих цветоносок и все. И вот приложили в такой пакетик. Поэтому хорошие семена, нужно их собирать. В этом году первый раз собрали вот такой вот амарант хвостатый красный водопад. Здесь в упаковке очень много семян идет. Но на всякий случай уже и свои семена тоже собрали. Сейчас я вам покажу. Вот столько. Ну тоже довольно много. Вы можете послушать. Много семян. Это только с одной вот такой небольшой махалки. А так их очень много семян. Именно на вот этом вот амаранте вырастает. Всходит он тоже очень хорошо. Поэтому в принципе вот этого количества его, я не знаю, хватит очень надолго. Поэтому на всякий случай пускай будет побольше. Очень красивое растение. Прямо украшает любой сад. Следующее, конечно же, собрали и креопсис. Вот этот вот желтенький. Очень он тоже красивый. Цветет, наверное, с начала июля и до самого октября. Просто замечательный. Вообще многолетник, но вымерзает. Поэтому на всякий случай, я вам покажу. Их тоже собрали. Довольно много. Прямо целыми такими вот как цветами вот эти собираем. То есть не вылущиваем их, не разделяем. Когда уже будем сеять, просто берем, раскрываем эту коробочку и, соответственно, сеем. Поэтому даже так удобнее. Главное, чтобы тоже они просохли хорошо. На подоконнике открыли пакетик. Он просохнет, все. А потом завязываем и все. И убираем на хранение. Креопсис тоже очень хорошо. Он сходит. Сеем его в апреле. Наверное, в 20-х числах апреля. 21-22-го. Вот так вот. Собрали в этом году в первый раз вот такие вот разные цинии. Ну, конечно, не знаю. Может, они тут тоже переопылятся. Потому что здесь-то разные сорта. Как бы Креопсис он один сорт. Да, Гелиотроп тоже один. Амарант один. А здесь, как бы, несколько сортов. Поэтому, может быть, они, конечно, и там чего-нибудь переопылятся. Но, на всякий случай, тоже их собрали. Прямо со всеми вот этими вот цветами. Поэтому сложно тут что-то разделить. Ну, потом, когда посеем, посмотрим. Можно будет проверить, какие они схожие, не схожие. Пораньше где-то немножко посеять. Потом тоже очень много. Очень красивые они. Вот эти вот цинии. Просто замечательные. Очень крупный цветок. Где-то, наверное, вот такой вот огромный. Просто цветут до тоже самых заморозков. Поэтому где-то, наверное, с конца июня они зацветают. И вот до сентября-коктября радуются они такими цветами большими. Немножко собрали и люпина. Совсем вот уже немножко вот таких семечек. Тоже его можно будет посеять, соответственно. Здесь-то перец еще с прошлого года в этой пачке лежит. Хорошо он тоже вызревает. Многолетник. Не умерзает, неприхотливый. В общем, замечательное тоже растение такое вот. На следующий год его еще посеять. Так, в этом году собрали вот такой вот астро. Очень она тоже хорошо прям так вызрела. Здесь тоже у нас там, видите, семена такие вот именно. Они еще досушиваются с пухом вот с этим. Ну, это тоже не проблема, но все это хорошо можно посеять. Также заделать почвой. И все это, ну, перегниет ее, ничего плохого в этом не будет. Потому что разделяет тут их немеренное количество, этих семян. Такая вот астра. Очень красивая. Тоже ее сеяли, наверное, где-то в начале апреля. И зацвела она уже в июле. И практически до самой осени, до сентября месяца, до октября она еще цвела. Ну и хорошо вот так вот нас пели семена. Также собрали и львиный зев. Вот такой вот розовый, очень красивый. Здесь как-то семена уже стали заканчиваться, поэтому решили собрать. Тоже довольно много его. Семена у него мелкие, прям вообще мелкие-мелкие. И получилась целая вот такая пачка. Огромная просто семена. Такой вот львиный зев. Очень много семян. Здесь вот этого количества, это просто вообще усеять можно все. Здесь огород засадить. Тоже они хорошо вот так вот спеют он. Срезали их, вот эти отсветшие цветоносы положили на подоконник. Тоже немножко подсохли, потом их просто разобрали, расшерудили все. И все вот эти какие-то там листочки эти все поубрали. И остались только вот семена. Хорошо он сходит, и ему тоже в теплице в апреле месяце на рассаду. Что касается бархатцев, бархатцы не собирали только их, соответственно, кустик вот этот, который отцвел тоже, его подвесили в нашем вот передырке. Ну, в общем, где у нас там хранятся все инструменты садовые. Там вот этот кустик просто подвесили, и он хорошо там, так скажем, ну, дозреют эти семена. И затем уже только весной брать их и сеять. То есть по каким-то таким мешочкам тоже собирать это все как-то не очень хочется. Вот так удобно. Где-то в таком неприглядном месте повесить тоже и бархатцы, и шафраны эти кустики. И потом весной можно их хорошо так посеять. Что еще собрали? Собрали шульцу. Немножко, правда, но вот упаковки тоже. Тут в магазинной пачке вообще тут шло, наверное, семечек 6-7. Ну вот тоже собрали так немного. Может, семечек 20. Такая вот красивая шульца. Вообще она размножается самосевом, но на всякий случай свои семена собрали, пускай будет. Также собрали и руклу в этом году. Сеяли уже попозже, наверное, где-то в июне месяце. Осталась она цветущей, и, соответственно, вызрели семена. Тоже довольно вот так вот хорошее количество, то есть покупать уже не надо. А рукла вот такая вот. В общем, такое вот семена. Получается покер, называется индау. Очень удобно ее сеять в теплице, соответственно, раннюю зелень, в апрель месяце. Замечательно она растет. Никто ее в теплице не ест, никакие ни жуки, никакие ни ложки. А на улице прямо ее любят плохие вот эти вот, которые редиску едят, вот эти вот редьку. Они прямо вообще ее просто обожают, нападают. Поэтому в теплице вот ее очень удобно выращивать. Ну, тоже довольно много вот семян удалось собрать. Конечно же, собрали и перец, и вот такой вот толстый барон, свой перчик собрали, и белое золото. Ну, так, немножко в пачках вот, буквально с одной, наверное, перчины. Мавр еще. Мавр, он как-то почему-то перепыляется, и там всего один или два. Сеяли в прошлом году, наверное, штук шесть. Во всего только один попался, вот такой вот, с такой темной окраской. А так все почему-то перепылились. А вот остальные перцы, белое золото, вот этот толстый барон, они хорошо их собираем. И все перцы, ну, буквально таки вот как на подбор. То есть они сохраняют прям хорошо свои признаки. Как бы его перец каждый год собираем, ну, пока будет. Свежие семена, они как бы получше сходят. Хотя рекомендуют перец, как бы, свежие семена не сеять, а сеять, как бы, позапрошлогодние. Как бы, говорят, что лучше туда урожай. Ну, не знаю, мы посеем, наверное, на следующий год свежие. Дурман собрали, получается, тоже свои семена. Такой белый, белый, с белым таким цвелом у нас. Очень тоже красивый, ароматный, поэтому замечательный такой растение. Тихотливый. Еще вот цветок из куйбышона. Привезли тоже семена. Такая же колючка, как у дурмана. Надо бы тоже потом посеять, посмотреть, чего там вырастет. Тоже довольно много семян. Что еще у нас мы собрали? Дыни вот такие вот ранние, сладкие собрали. Тоже свои семена сорт. Здесь тоже еще немножко такая вот. Есть такая кругленькая дынька. А есть такая вот продолговатая. Не знаю, то ли это один сорт, то ли это разные. Но вот круглая здесь лежит, а здесь продолговатая такая. Тоже крупная такая дыня, очень вкусная. Может, какая-то другая семечка попалась при посадке. Арбузы тоже собрали свои, которые у нас растут. Так, бальзамины. Упаковки не осталось, поэтому так показываю. Немножко тоже семян бальзамина, в общем. Ну, а так все вроде тоже фактически. Наверное, все, все семена. В общем, вот такие вот. Ну, это еще не показывал. Там тыквы собрали, конечно же. Кабачки с кавильей. Тоже пачка где-то куда-то запропастилась. В общем, кабачки и тыквы тоже все пособирали. Уже выращиваем их из своих семян в большинстве. Ну, немножко, конечно, иногда какой-то все равно хочется приобрести. Какой-то кабачок новенький можно посадить. Ну, а так вот. Такой вот получается обзор. То есть семян довольно много. Свои семена хорошие. А, еще не сказал, что клеома. Клеомы в прошлом году собирали. В этом году семена не вызрели. В общем, что-то она совсем плохо росла. И не завязались семена. Какая-то поздняя вообще болела. Не год клеома был. А в прошлом году вообще шикарно цвела. Ну, и семян тоже довольно много. Цвела такая пачка, поэтому. Можно будет сеять, можно какую-нибудь еще присмотреться. Какую-нибудь другую, может быть, купить. Ну, так вроде бы вот все. Все семена, которые собрали, все показал. Такое вот большое количество. Свои семена, они самые лучшие, правда. Перец. Вот это однозначно надо собирать из своих семян. Гелиотроп, цветы. Вообще это обязательно. Сходит очень хорошо. И радует глаз все лето. Поэтому, такие вот замечательные цветочки. И вот такой вот отличный обзор. Ну, а всем тем, кому было полезно такое видео, подписывайтесь на наш канал. Делитесь этим видео с друзьями. Заходите почаще в гости. Делитесь какими-то своими интересными, любимыми растениями, цветами. В комментариях пишите. Всем пока-пока. И всего самого доброго. А главное, будьте здоровы. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!